Включил Иоанна. Всем добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Рава Шерки «Хидуш Гадоль». Раздел, который мы изучаем, называется «Служение Всевышнему». И мы в своем старании донести идеи Рава Шерки, его учения до русскоязычных людей, поскольку Рав Шерки не говорит по-русски, пробуем различные форматы. Вот теперь перед нами будет текст на русском языке. Вы, пожалуйста, пишите в комментариях, насколько доступнее, удобнее, понятнее это стало в чате, в комментариях под ютубом. Итак, мы продолжим тему свободы выборов. В принципе, мы в прошлый раз немного начали, и сейчас углубимся в эту тему. Итак, я прочту сначала текст на русском языке, и потом можно будет его обсудить. Какие-то детали. Да, и приветствуются уже потом во время обсуждения, задавать вопросы и всячески в нем активно участвовать. Итак, все предрешено и свобода выбора дана. Многие занимались вопросом предзнания и выбора. Являются ли процессы, которые мы переживаем в процессе истории, детерминированными или подлежащими выбору? Выбираем ли мы быть тем, кто мы есть, или, может быть, есть сущность, которая навязывает нам это? Раби Цадок из Люблина и Раф Кук объясняют, что есть разница между временем додшувы и временем после нее. Все время, пока человек выбирает выполнять плохие действия и отождествляет себя с ними, он находится в области выбора и судится согласно пространству человеческой мысли. И это называется свобода выбора дана. В тот момент, когда человек совершает шуву и отключает себя от зла, он уже поднимается к взгляду, который видит все из точки детерминизма. И это называется все предрешено. Поэтому говорится все предрешено и одновременно свобода выбора дана. Так я перевел. Да, тут нужно пояснить. Теперь я уже от себя говорю. Ну, понятно, что все предрешено и свобода выбора дана. Это цитата из Авод 3.15. Это как бы заключающая в себе логичность. Я хочу пояснить. Вот это предзнание, да, то есть есть такой вопрос общий, теологический, что с одной стороны Бог, он все знает наперед, да, и если так, тогда как можно говорить о том, что у человека есть пособода выбора. Да, и вот эта вот концепция, да, она называется, я нашел в интернете, да, предзнание, да, такое непонятное слово. То есть это означает, что Бог все знает наперед. Насколько я понял, здесь это имеется в виду, да, едиа, вебхиран. Ну, теперь я жду в первую очередь как бы замечаний от знающих иврит, потому что, ну, ряд формулировок мне самому не понравились. Вполне возможно, нужно их как-то уточнить. Ты перевел подлежащими, может быть, это и правильно, но как-то это не очень звучит. Да. Или возможными. Я тоже точно знаю. Если ты на слово какой-то подлежащий выбор, оно не... Ну, это чисто стилистически, это не имеет, на самом деле, большого значения. Потому что понятно, что альтернатива терминированному миру, миру, это мир, в котором выбор возможен. Рав Шевке пытается тут объяснить интересным образом парадокс, который как бы в словах Раби Акиева есть. По-моему, это Раби Акиева говорит. Если все заранее известно, какой может быть выбор? То есть, это очень странно, правда же? Сейчас я какая-то марионетка, заранее всем известно, Богу известно, как я поступлю. И если, я не помню, в каком-то другом уровне мы это учили, если человек считает, что он знает кого-то достанально, знает, как кто-то будет поступать в любой ситуации, то он как бы отнимает у него кадвы, свободу выбора. И как-то нужно, нужно, чтобы это считаться. Есть другие объяснения, то есть, не объяснения, а говорится, но это мы не в состоянии понять, как это работает. Всякие аналогии приводятся для того, чтобы… Да, с одной стороны, все заранее известно, а потом быстро у меня все-таки есть выбор. Есть ли выбор у героя какого-то романа? Конечно, у него есть выбор, но книга написана, там все не изменится. Он выбрал уже в ней, и хотя мы начнем читать книгу снова с самого начала, выбор этот не изменится. Это как бы попытка объяснить то, что объяснить невозможно. Но Рафшерке объясняет это совсем по-другому. Он говорит, что в одной ситуации у него есть выбор, а в ситуации, когда он возвращается, раскаивается, возвращается к Богу и целиком. Когда его желание становится адекватно, желание Всевышнего, там он как бы сбывается другой аспект, когда у него окольца фунт. Я правильно поняла? Ну, на первый взгляд, как вопрос, что вы, мне кажется, касается прошедших событий. Да, ведь человек делал тшиву за то, что уже совершилось. И получается, после того, как он сделал тшиву, то то, что он совершил, где у него был выбор, оно теперь становится как бы уже состоявшимся. То есть, с него, получается, снимается ответственность за прошлое событие. То есть, получается, у него не было выбора. То есть, в той ситуации, когда он там был, когда не мог справиться со своими страстями, допустим, и очень ему хотелось украсть или еще что-нибудь хорошее сделать, он тогда как бы задним числом, и говорил, что у него не было выбора, что так должно было быть сказано было с начала времени, что он это сделает. Ну, если он сделал тшиву, только в этом случае. Да-да, если он сделал тшиву. А если он не сделал тшиву, то все, что произошло, все остается на его совести. И нечего сюда вмешивать божественные планы. Так мы говорим, а кольца фуи, то есть, имеем в виду, что все в мире происходит по божественным планам. Правда? И получается, что в общем, в конечном итоге, его грехи тоже каким-то сложным образом вплетались в божественные планы. Но если он задним числом, вот как Юсеф говорит братьям, да, это не вы меня сюда послали, а Всевышний послал меня сюда. То есть, после того, как они раскаялись, это проявляется как часть божественного плана. До того, как они раскаялись, такого сказать не было. Правильно? Можно сказать? Может быть, это многовариантность, которая есть как-то заложенная, мы выбираем уже подходящие нам варианты. И там уже идет. Смотрите, я согласна, что есть много вариантов. Но как принимать высказание Равякина? А кольца фуи. То есть, если а кольца фуи, то никакой многовариантности уже речи не идет. То есть, эта история, которая наблюдается с позицией вне временной, она вся уже написана. Это такой взгляд как бы совсем другой. Вообще-то, конечно, я согласна. С нашей точки зрения есть много вариантов. И как бы на каждом пути, в конечном итоге, он должен привести мир к заданному какому-то моменту, к заданной точке конечной. Иногда дорога короче, иногда длиннее. От моего выбора зависит, какой пойти. То есть, при нашем, так сказать, узком взгляде, не касаясь божественных планов, так вот и представляется по-простому. Но когда мы вот прямо сталкиваем непосредственно два понятия, ршут на то на кольца фуи, то есть, свобода дана, а все предвидено, хочется это как-то объяснить. И рабы объясняют, что это по-разному смотрится с разных точек. Если человек сделает шоу, если он не сделает шоу. Ну, вообще, так вы интересно повернули. Потому что вот когда просто читали отрывок, у меня ощущение было... А кто меряет, сделал или не сделал? Это не мы, нет, конечно. Мы только можем думать, догадываться, предполагать. То есть, человек, когда раскаивается, он как бы делает это сознательно. А полное отшивание, полное, это уже как бы... Это все в конечном итоге не в наших. Насчет, кто меряет. Но человек, когда раскаивается, он должен пройти определенные этапы. Возместить, сожалеть о том, что он сделал, возместить ущерб, который он нанес. И совсем отстраниться от зла. Не повторять то, что он сделал и так далее, и так далее. Это урам-бам. А в конечном итоге не повторять, это все очень сложно. Даже с братьями, например, когда мы говорим, которые продали Юсефа. Что как бы история с Беньямином повторяет в каком-то смысле историю с Юсефом. То есть, некоторые даже говорят, что Юсеф специально разыграл ситуацию так, чтобы поставить их снова в такое же положение. Всем понятно, что такое же точное положение не может быть. Беньямин не видел сны, они к нему совсем другом относились. Да, они его не продали, они даже готовы были за него сражаться и все такое. Но ситуация все равно не идентична. Рамбам говорит, когда человек упадет в ту же самую ситуацию, с тем же самым темпераментом, с тем же самым условиям, после чувы, в этот раз он не упадет, тогда, значит, он сделает полную чуву. Но когда такое бывает? Вот это вопрос. Поэтому судит всевышний. Да-да, Григорий, конечно. Хотел что-то сказать, Григорий. А, хотел только сказать, что так вот по прямому тексту до меня сразу не дошло, что речь идет о событиях, которые с нашей точки зрения в прошлом. Я тоже так сначала не поняла совершенно верно, да. Это Андрей объяснил. Ну, я объясню. Просто мы слушали урок Наталья Котлерова на тему тишувы Рава Куха. И там как раз, возможно, вот об этом говорится. Там была идея такая, что в каждом событии есть два участника, это человек и творец. То есть, например, вор решил что-то украсть, да. Но он никогда, то есть там могут быть разные ситуации, когда получится, что ему не удалось украсть. Получается, если все-таки ему удалось украсть, значит, Ашем дал ему такую возможность. То есть, творец, получается, является соучастником. Но, как бы, человек, естественно, поскольку он использовал свободу выбора для того, чтобы украсть, да, то он несет всю ответственность. Вот. И если он таки сделал джуву, то есть отключился от зла, вот то, что говорится, да, что он больше уже не хочет так делать, и в подобной ситуации он эти плохие действия не совершит, да. И тогда получается, что творец берет всю вину как бы на себя, что, то есть, после факта чувы, да, после завершенной чувы считается, что все это было так запланировано. Вот. Ну, довольно такая радикальная идея. Ну, вот у Рава Кука, насколько мы учили, вот это именно, мне кажется, то, что, о чем здесь говорится, да, что если человек совершил чуву, вот, тогда он увидит с той точки зрения, что это как бы сделал не он. Это все было вот детерминировано. Понятно. Ну, на тему свободы выбора можно много говорить, да, но здесь вот как бы с позиции джувы рассматривается. Так, ну хорошо, есть у кого-то еще какие-то мысли? Натан, почему-то не спрашивай, он всегда острые вопросы дает, а сегодня он на ухе. Что ты молчишь, Натан? Дай нам под дых. Он не слышит. Ну ладно. Вообще говоря, тут, конечно, много очень можно острых вопросов поставить. Человек был отъявленным негодяем, куча народу наградила и так далее. Потом рассказывается, больше так не поступает и не будет поступать. Все-таки это какой-то, кажется, несправедливый, да? Это вот Всевышний, оказывается, берет для себя ответственность за все злодейства, которые он совершил. Ну с той точки зрения, что Всевышний управляет всем, это и так понятно. Ну на самом деле это трудно, на него возлагать вину за очень многие злодейства, которые существуют в мире. Если кто-то там потом раскается раз-раз и все, это значит, что он берет на себя сложно. Ну да, это с той точки зрения, что все предрешено. То есть это же тоже мы не можем как бы отменить первую часть высказывания. Да. Тоже верно. Ну хорошо, если все обсудили, тогда перейдем к следующему отрывку. Является ли свободный выбор преимущества? Мы привыкли под влиянием хасидизма и кабалы рассматривать свободный выбор как преимущество. Однако мы нашли у Ришоним, в частности у Рамбама, что есть также недостаток в том факте, что у человека есть выбор, поскольку это позволяет мне выбрать зло. И даже если я не выбрал плохое действие, сама возможность выбрать его указывает на определенный ущерб душе. И хотя это необходимо пройти через процесс выбора, но есть и стремление души достичь состояния, в котором мы будем после служения, в мире, который называется мир получения награды. С этой точки зрения можно сказать, что отмена выбора дается в качестве награды праведнику после того, как его усилия увенчались успехом. Вот еще один интересный вопрос. Получается, что есть такая, по крайней мере, версия, что свобода выбора – это временно. В какой-то момент то, что мы называем наградой за заповедь, то есть здесь мы проходим некое испытание, и когда мы его пройдем, или же то, что называется улам-абба, грядущий мир, то есть все, к чему мы стремимся, что и было, собственно, целью творения, там как раз выбора нет. И более того, здесь говорится, что вот этой наградой за пройденное испытание является сам факт того, что у человека забирают выбор. За секунду. Забирают прямо, как там сказано? Бетуль-абхира, то есть отмена выборов. Это не собирается. Является срыванием награды. Он исчезает, да. Но в результате чего это происходит? Например, есть многие вещи, которые я не буду делать, у меня нет выбора даже делать. Я не стащу велосипед у соседа, который меня осторожно оставил на улице. Я не сунду себе в карман какие-то бездружки в магазине, не вынесу. Я не буду заниматься развратами. Кого-то это тянут. И уж тем более там убивать кого-то и обманывать. У меня совершенно нет. Есть какие-то вещи, которых я знаю, что там у меня есть выбор. Прочесть там какой-то еще комментарий к царе или какую-то книгу, не знаю, расслабиться и почитать. То есть всегда у простого человека есть выбор. Полным-полно. Еще иногда возникают такие сложные вопросы, когда ты просто не знаешь, как поступать в определенной ситуации. Постоянно жизнь нам подкидывает. В чем проблема у Большого праздника, у него на самом деле этот выбор почти сводится к нулю. Даже в нашем мире. Потому что Большой праздник, он как бы ощущает волю Всевышнего. И этот выбор для него не существует. Он знает, что надо поступать так, а не наоборот. То есть я не говорю, в те случаи, когда он ошибается. И это как бы следствие того, что человек продвинулся. То есть то, что исчезает выбор в будущем мире, это не потому, что... Это награда, конечно. Это награда за то, что человек поднялся на такой уровень, где выбора уже нет. Он понимает, как вести себя правильно. Если я правильно понимаю. То есть что никто специально у человека не отбирает выбор, просто это происходит естественно. Чем больше человек раскрывает Творца, его волю, тем больше он, соответственно, понимает, что нужно выбирать, что хочет творец, то и нужно выбирать. И тогда, собственно, о выборе все меньше и меньше остается, как бы, что говорить. Да. Так вот я понимаю, Василий Васильевич. Ну, я вот, может быть, немножко примитивно, конечно, понимаю. Но помните, у Стругацких понедельник начинается в субботу. Как там два человека, один живет по времени вперед, другой назад. И главный герой говорит, что да, плохо быть обреченным на любовь даже самой красивой девушки. Помните? Это не совсем то, да. Я помню, конечно. Это очень странная такая штука. Человек знает, что с ним будет точно. Что он все как бы... Мы как бы тоже живем в такой ситуации, что все предвидено. То есть мы знаем, что у Всевышнего все известно, что будет завтра. Но мы сами этого не знаем. Когда ты точно знаешь все, что с тобой завтра произойдет, жизнь как бы теряет смысл. Нам же как раз интересно, что произойдет завтра. Мы действуем в этом мире. Я не думаю, что отсутствие выбора – это значит отсутствие действия. И вообще нам трудно себе представить такой будущий мир. Просто почти невозможно. Там говорят, что в нем будут мудрецы сидеть и считать божественным светом. Что это значит? Трудно сказать. Но быть обреченным на это действительно... Я согласна с тобой в каком-то смысле. Что это очень... Очень непростая штука. Что точно знаешь, что с тобой произойдет. Мне кажется, вообще получается тогда здесь отсутствие выбора. Это понимается не знание всего, что произойдет. А просто, что я не выбираю плохое. Вот и все. Что я выбираю хорошее и получаю от этого наслаждение. Но я не могу выбрать плохое, потому что я знаю, что это плохое. Мне видны его последствия. Мне такое просто не придет в голову. Это будет естественно, как вот там, естественно, дышать, ходить и так далее. Выбирать хорошее. И как раз, наверное, не обязательно, как раз наоборот, даже какая-то будет награда. Да, вот действительно, если мы будем знать последствия. То есть мы просто выбираем хорошее и получаем какие-то невероятные последствия, неожиданные. Причем, если бы мы знали, что именно мы получим, тогда, наверное, это и наградой действительно нельзя было бы назвать. Да, интересно. Ну, ты, конечно, прав, Андрей. Просто, мне кажется, на нас, ну, по крайней мере, на меня, действует история с фараоном. Отнятие у него свободы воли как наказание. Поэтому уже привыкли считать, что это может быть только наказанием. Ну, смотрите, если вас интересует эта история, я расскажу одно понимание, которое я, по-моему, это равный дам в свое время. Рассказываю, но я точно не помню. Но я не сама придумала, а где-то сказала или слышала. Каким образом у фараона была эта свобода воли? Очень просто. На самом деле, ну, как бы никто его не влезал к нему в голову и не лишал его искусственно, не делал из него робота, не лишал его искусственно свободы воли. Это было сделано определенной манипуляцией. Посмотрим, что там происходило. Посмотрите, почти все казни. Муше делает казнь, фараон просто его отменить, обещает его отпустить народ. Муше отменяет, но завтра фараон отказывается их казнь. Один раз, другой раз, третий раз. Так, проще простого. Самый первый, второй казнь, муше сказал, нифига, ты нас сначала отпускаешь, а потом уже я отменю. Разумно? А он, как фраер, все время отменяет казнь еще кто-то. Это приучило фараона к мысли, что его можно обманывать бесконечно. И вот это вот называется, то есть по мнению Рау Медана, по-моему, отягощение сердца фараона. Когда он же заранее знал, что не будет никого отпускать, потому что это Моисей, он фраер. Он, ему можно легко обдурить, обещать все, что угодно, а потом не выполнять. И казнь кончится, ничего, жить можно. Интересно. Вот такое вот понимание, что это таким образом через происходящее событие Всевышний воздействовал на фараона так, что у него как бы отменил свободу, а у него она была, а он опасался, что действительно казнь не кончится, а теперь он уже перестал опасаться. Ну, а есть ведь еще другое толкование ситуации с фараоном, да, что как раз наоборот, вот это укрепление сердца, это этим Всевышний давал ему выбор, потому что как раз вот на автомате он должен был бояться этих казней, да, и соглашаться на условия Моше, да, ему как бы укрепляли вот эту его сторону. Такое тоже есть объяснение. Бунта, да, против Творца, вот, чтобы он не боялся этих казней, укреплялся, да, и дальше он уже как бы выбирал опять же идти по этой линии. На самом деле это одно другому не противоречит. Просто это объяснение, оно без каких-то мистических предположений показывает, каким образом это делалось, да, чтобы он перестал бояться Моше, потому что он увидел, что кто-то не доводит дело до конца, каждый раз отменяет, каждый стоит у нас что-то обещать. То есть это очень похоже, то есть в одном случае он сделал каким-то мистическим образом Всевышний, а в другом он сделал через происходящие события. То есть в любом случае как бы у фараона не отнимали свободу выбора. Вот это укрепление сердца, это как раз и вовсе не означает отнимание свободы. Да, у возможности ему бы выбрать свободу, да. Есть какие-то вопросы, замечания? Так, вот Ильяна пишет. Подобно современному Израилю, когда арабы думают, что можно оттяпывать территории бесконечно. Так же своего рода фараонские штучки. Ну да, интересная мысль. Ну, в общем, мы ведем себя так же, в каком-то смысле, как фараон, как иногда кажется, как на уши. Что мы всегда хотим, ради мира, готовы идти на уступки. Будем надеяться, что в конечном итоге будет хорошо. Вопрос, вопрос, можно вопросить? Да, да. Имеют ли свободу выбора ангелы? Нет, ангелы свободу выбора не имеют. Считается, что не имеют, да. Хотя, есть разные теории. Есть такая теория, что ангелы простые, если они что-то выбирают неправильно, они тут же сгорают на месте. То есть, у них нету такого. Суд над ними происходит моментально. Шаг влево, шаг вправо, конвой стреляет без предупреждения. Так вот пишут в одних местах. А в Талмуде еще есть история про ангела одного, который там как бы ввел в заблуждение мудреца Ильича Бонобой. И у него был выбор, получается. И его наказали, он не сгорел. Но за то, что он поступил неправильно, ему вот там в Талмуде встречается это понятие, которое в нашем веке ему сделали какое-то странное использование. Там у нас встречается понятие пульса Денора, то есть удары огнем. Его там высекли за неправильное поведение. То есть, у высших ангелов, у некоторых, может быть, какая-то свобода воли есть или подобие. Вообще говоря, это очень интересный вопрос по свободе воли. Если мы начнем с Берешит, и как это мы учили у Маниту, мы увидим, что у всего мироздания было некоторое подобие свободы воли. То есть, когда Бог говорил, там, в земле, там, сделать деревья определенного вида, она сделала деревья другого вида и так далее. Но что это означает, на самом деле, в применении к ангелам? И что такое вообще ангелам? Поскольку мы не знаем, все эти разговоры мне немножко отвлечу. Кстати говоря, насчет этого ангела, который ввел в заблуждение Илишу Бенабуя, я читал, по-моему, это не в Талмуде, а позже, в комментариях на эту историю, что на самом деле этот ангел был изначально ханохом, человеком, праведным человеком, которого Бог взял на небо и сделал его этим ангелом. То есть, тогда получается то, что мы говорили раньше, что это такой великий праведник, который на долгие тысячелетия стал ангелом. То есть, настолько он был праведный, что он всегда выбирал. Но, тем не менее, поскольку изначально он человек, он таки оступился и был наказан. Это я где-то слышала, да. Это интересно. Ну, в Талмуде, в Талмуде, в Талмуде, в Талмуде, в Талмуде не сказано, но все может быть. Все равно нам трудно это понять, вот эту историю с ханохом трудно. Это как бы вне наших представлений, вне наших возможностей рассуждать, вне нашего опыта, прежде всего. Поэтому говорить об этом можно, но пока это далеко от нас все. Это все как бы имеет малого смысла. Вот в нашем веке люди придумали назвать какую-то выдуманную церемонию пульса Денура. Стали утверждать, что это древний такой обычай, древний ритуал, в котором можно кого-то убить, если очень постараться. Но, по-моему, это все блеф. Я не верю, что это древний ритуал, потому что о нем нет нигде упоминания. Есть упоминания, вот удары огнем, которые давали ангелу. Ну, еще где-то упоминается, если блеф. Не важно. Привительно в таком же контексте. Нигде не сказано, что это какой-то ритуал. Но, тем не менее, я не знаю, что сейчас написано. Сейчас были, по-моему, выдержанные в Википедии статьи на эту тему. А раньше была какая-то помощь. Я понимаю так, что Сатан – это служебный ангел, который выступает в роли прокурора. Но я такую версию слышал. Да-да. И откуда же, какая версия еще берется, что в начале, когда согрешили наши прародители, змею вошел этот Сатан и говорил через него. Насколько это верно? Это я не могу вам сказать. В Толмоне просто сказано, что змея – он же и злое начало, и он же Сатан. Ну, что это означает реально? Скорее, нужно, я думаю, понимать как метафора. Вот моя версия. И Сатан – это тоже в каком-то смысле метафора. Конечно, вот там в книге Йова описывается он как некая личность. Но вообще говоря, что это конкретно означает в смысле сущности его, нам не доносно. Нас это даже не особенно волнует. Я говорю, что я читаю. Да. Змея, в общем, это интересный персонаж, о нем тоже можно много поговорить. Но то, что идентификация его со злым началом непосредственно из Сатана, она несколько, так сказать, можно понимать так, что в этот момент, так сказать, Сатан его задействует. Что это означает? А я так думаю, что змей – это он и есть змея. Непосредственно змей, он и есть змей. Если он назван, что он был хитрее и умнее всех зверей. Ну да, но это интересно. От себя и говорил. То есть никто не входил в него мистически, чтобы… Да, но это означает, что он работал, мне кажется. Надо понимать так, что он в этот момент работал, как прокурор. Он работал на то, чтобы выявить негативные какие-то тенденции, хавы, заставить их сбиться с пути. А что он собой представлял? Это само по себе отдельная история. Просто мы сейчас уже далеко в сторону. Нет, если мы делаем какие-то выводы, значит, почему же тогда Всевышний змея наказывает, а землю проклинает, а человек, собственно говоря, ни при чем тогда пути. Как ни при чем? А он всех наказывает, человека тоже наказывает. Человек, он не наказан так, как наказан, допустим, змей? Так же, он наказан по-своему. Но, конечно, он наказан очень сильно. Смертью он приходит в миг. И первое время земля ему не родит. И женщина наказана. Все там наказаны. Но Бог оставляет еще для него путь исправления. Это правда, да. А змей уже все. А потому что у змея нет пути к исправлению, на самом деле. Потому что он изначально такое существо, которое не способно постичь мораль. Как говорит нам Рагмани, то у змеи – это человек, которого создала земля, создавал мироздание по указанию Всевышнего, но который не смог подняться на уровень человека, на уровень человека морального. То есть того человека, который должен исполнить задачу творения. И поэтому Бог создает человека своими руками и вдыхает в него искружение. А это как бы человек без моральных змеи. Поэтому у него нет пути к исправлению. Потому что все исправление, оно основано на мораль, в общем, на следовании пути морального, возвращению к моральному. В тот момент, когда пал человек, он все-таки взял на себя вот это животное начало. Если бы он сопротивлялся, он бы остался таким. А тогда как бы он развивался в дальнейшем? Он бы на таком же уровне остался навсегда. Человек. Ну, смотрите, это мы уже очень-очень далеко ушли от нашей темы, правда? Отворение, введение, вклада познания. Можно очень много, очень долго говорить. Это просто другая тема. У нас были уроки по монету, я думаю, было бы вам, может быть, интересно послушать. Где-то они там есть. Нет, по-моему, как раз вся эта история в Эденском саду так и выглядит. Что Адаму дается выбор. Что делай, что не делай. А змей – это просто как вот такая подстрекательная сила, провокационная. Более того, чтобы подчеркнуть возможность выбора Адама, нам его разделяют на Адама и Хаву. Что как бы есть Хава – такое промежуточная ступень, которая говорит со змеем и передает эту информацию Адаму. То есть этим как бы показывается расщепление внутри человека, который думает, то ли съесть, то ли не съесть. Но при этом змей, несмотря на то, что он хитрее всех зверей полевых, но согласно Раву Маниту, опять же, это такая природная мудрость, у которой хитрость, как добиться своих целей. Больше ничего. То есть что у него есть выбор, мне кажется, из истории никак не видно. Плюс то, что его творец наказывает, если там внимательно почитать, как он наказывает всех троих, то он Адаму задает вопрос, там Хаве задает вопрос, почему ты сделал змей, он не задает вопрос. То есть это просто проклятие, чтобы его отключить и ограничить его действия, чтобы он еще как-то больше не навредил. Да, да, вот я это заметил, да. Спасибо, Андрей. Да, ты очень красиво всегда подводишь. Не всегда так получается. Ну да, вот Елена написала «спортивный интерес», что как бы интерес, но он такой, движение вектора в одном направлении. То ли дело Адам с Хавей, да, вот у них, такой прям целая драма рефлексии происходит. Так, двинемся дальше, если есть. Если у нас еще есть, да, конечно. И выбери жизнь осмысленную. Когда Тора говорит выбрать между жизнью и смертью, она говорит нам, что заповедь – это жизнь, а преступление – это смерть. Речь не идет о смерти физической, что тот, кто будет соблюдать заповедь, будет жить, а тот, кто не будет исполнять, умрет. Хотя бы по той простой причине, что в действительности это не так. Ведь в нашем мире бывают праведники, которым плохо, и грешники, которым хорошо. К тому же, естественная смерть тела не является чем-то особенным. Ведь у всего материального есть конец. Так что смерть тела не является сдерживающим фактором. Здесь говорится о смерти духовной, которая намного более значима, чем смерть физическая. Человек, который совершит преступление, хотя и продолжит жить с физической точки зрения, но его жизнь не является настоящей жизнью, пока он не вернется к Всевышнему. То есть здесь имеются в виду слова из Тора, «выбери жизнь». И вот здесь Раф добавляет от себя «выбери жизнь осмысленную». Машмаутием. Так, я хочу, чтобы весь текст был одновременно. И здесь Раф понимает жизнь и смерть не по простому понятию, потому что мы видим, что никто не умирает сразу же от того, что он согрешил. А то, что жизнь человека, который согрешил, и тем самым он отключил себя от Творца, то есть от источника жизни, и его жизнь, собственно, жизнью назвать нельзя. Мне кажется, как-то так. Да. Это как раз интересный такой подход. И более понятно. Вы же... Да. Эту анекдоту я много раз рассказывала. Как человек попал в какой-то город на кладбище, там написано, это великий поэт, он жил пять лет. Это великий художник, он жил три года. Это великий композит, он жил один год. Как же так? Как это может быть, что великий композит был один год? А ему отвечает, это там написано, сколько они прожили, а сколько они жили. То есть вот именно вот эти... Это время настоящей жизни, когда они творили по-настоящему, когда они что-то важное, осмысленное сделали, это там было и отмечено на могилах. Это такая анекдота. Вообще, понятно, что не каждый день, не каждый миг в нашей жизни мы выполняем волю дворца. И поэтому, когда это не происходит, это вопрос. Насколько я живой в этот момент? Да. Это очень важно. Это как есть известное выражение, не важно, сколько дней в твоей жизни, а важно, сколько жизни в твоих днях. Ага, тоже верно, да. Но поскольку мы одновременно совершаем и хорошие, и плохие поступки, мы не живем. Получается, да. То живем, то не живем. Ну, мне вот сейчас вспомнилась еще одна посука из Торы, о котором дальше будет, граф говорить, а вы Атем, Адвиким, Вашем, Хаим, Кулхэм, Айом. Вы прилеплены к Творцу, живы все сего. Два это прилепление к Творцу, то есть к источнику жизни. А преступление – это отключение от источника жизни, да, и тогда такого человека живым нельзя назвать. тогда получается вот то, что как раз Адам, да, был приговорен к смерти, но тем не менее он прожил 930 лет, да, и это как раз вот, наверное, тот случай, да, разве можно назвать жизнью, да, что то состояние, которое мы называем жизнью, она на самом деле является, по сравнению с Адамом до греха, она является смертью, то есть приговором за грех Адама, да, и при этом у нас остается возможность из этого состояния смерти, да, прилепиться к источнику жизни, то есть к Творцу. Тогда получается, что мы действительно и живем, и не живем. Пишина. Если нет вопросов и дополнений, тогда перейдем дальше. Итак, укрепление силы выбора. Тора раскрывает человеку последствия его свободного выбора. Благословение, которое он увидит, если выберет доброе, и страдания, которые посетят его, если выберет зло. При этом она не лишает его выбора между добром и злом, а наоборот. Тора говорит ему, что он может выбрать зло и понести ответственность за свои действия. Идея, которая стоит за раскрытием последствий выбора, это перенесение всей ответственности на человека. И этим Тора фактически усиливает значимость выбора человека. Вот, кстати, о чем мы говорили, когда там было про Рава Кука, что изначально до творения было окольцафуй, все предрешено. Есть только Творец, нет никого, кроме него, соответственно, ни о каком выборе не говорится. Тут он творит человека, дает ему сразу же выбор. Тут ешь, тут не ешь. И, соответственно, как раз он перекладывает ответственность полную на человека, дав ему вот этот самый выбор. Что-то я потерял мысль. Ну ладно. Нет, все правильно. Когда человек получает выбор, он сразу входит в игру. Он становится ответственным за свой выбор и отвечающий за свои действия. То есть творение, то, что было сотворено, это вот свобода выбора, решутная туна. А до этого было окольцафуй. Получается, как бы Тора усиливает вот эту свободу человека тем, что она ему говорит, что ты можешь выбрать зло. Ну, собственно, что изначально и было сказано Адаму, да? А ты дерево не ешь, потому что ты смертью умрешь. Ну, ответственность может быть в каком случае? Если человек понимает, что он делает, есть такое понятие, что если человеку не объяснили, то как его можно судить? То есть он, получается, предполагается, что за свою жизнь должен задаться вопросом, что такое добро, что такое зло, что можно было делать выбор? Конечно. Это кто? Голос Таня? Да, это не Таня. Это я. А что, мой голос изменился? Нет, это Таня. Да, я просто не видела вас на экране. На черном квадрате. Конечно, вы правы, да. Но это уже, опять же, не наша компетенция. Мог человек выбрать добро в тот момент или нет. А судить его как будет? И ответственность? Да, но это не наша компетенция. Мы судим по тем законам, которые нам дали Всевышний. И на самом деле даже и по еврейскому закону, в еврейском суде, если человек не понимает, в сути запрета, который он хочет нарушить, его невозможно присудить. Например, смертный закон. Ну, идет речь о уголовном законодательстве, наказании. Для того, чтобы его присудить к наказанию, в еврейском суде должно быть предупреждение при свидетелях. И мы должны сказать, не делай этого, потому что это запрещает Тара, и за это полагается такое-то и такое-то наказание. А он говорит, я знаю, все равно буду делать. И тогда ему полагается наказание. А если он говорит, ой, я же не знал, я думаю, это можно? Нет, тогда он не станет этого делать? Или никто не будет ему сказать, его предупредить? Он не может получить наказание для этого. Он может сказать, я не знал, Господи, я не предполагал, что это так плохо. Я думал, никому это не повредит. Если от многого отнять немножко, так, как говорят некоторые, это не кражи, а просто дележки. Но это значит, не свободное дело. Это как бы не есть свободное дело. Да, да, да. То есть, поскольку так нам заповедано в нашем земном суде, я предполагаю, что похожим образом работает и высший суд. когда он осуждает человека, он предполагает, что человек знает, что он делает. Он понимает, что это запрещено. Конечно, есть некоторый процесс, который наши мудрецы описывают, что когда человек совершает какой-то грех, он разрешает себе таким или иным. Первый раз. Потом он делает второй раз. Потом вообще, я думаю, что это можно. Это процесс. На самом деле, если он изначально знал, что это нельзя, а потом придумывает всякие оправдания, чтобы разрешить себя, это не называется, что не знал. Я думаю, как мне кажется. Но вообще говоря, то я, чтобы сказать, как реально происходит суд в небесном шевеле. Он в милости, я думаю. Я думаю, что свободный выбор это между тем, что Всевышний говорит и моим выбором. То есть, я могу с ним согласиться, а могу поступить по-своему. Он уже знает. его выбор, а если, ну, его вводу. А если я не знаю, то это не свободно? На самом деле, на самом деле, это очень интересный вопрос. Именно там выбор имеет смысл, где я не знаю. То, что человек знает, что хорошо и что плохо и ведет себя хорошо, это как бы и не выбор вообще. Весь выбор происходит в области, в которой я не знаю, в которой я не охвачена пока этим законом или мне неизвестно. И в этой области происходит диалог между человеком и Богом в основном. то есть я не говорю о злодеях, которые говорят, я хочу нарушить как можно больше и нарушать вовсе. Речь идет об обычном человеке. Мы каждый день выбираем, что-то. Посадить попутчиков, не посадить попутчиков. Помочь кому-то или не помочь кому-то. Миллион вещей. А может быть, ему не стоит помогать потому что и потому что. У нас с одной стороны так, а с другой стороны так. Мы все время что-то взвешиваем. И однозначных критериев во многих вещах нет. И это тоже выбор человека, который заводит его туда или сюда. И это в неком смысле диалог со Всевышним. Как правильно поступить, мы не всегда знаем. Вы имеете в виду не знаем в смысле не понимаем? Да. Потому что мы-то можем знать, как Всевышний говорит конкретно. Не, понимаем, почему. Очень часто бывают конфликты ценностей. Да. С одной стороны нужно там бежать, спасать кого-то, а с другой стороны у меня тут дети. Понимаешь? Ну, человек часто пойдет в такую ситуацию, когда он не знает как правильно. Каждый делает свой какой-то выбор. Одни считают, что мать должна сидеть дома, не должна работать, иначе дети недополучат внимания. А другие считают, что если мать будет целый день сидеть только с детьми и только их вопросами заниматься, она будет к лучшей такой неинтересной матери, у которой ребенок не сможет гордиться, она постепенно будет, крыша у нее начнет ехать. Соображения разные, у разных людей это работает по-разному. Я просто такие примеры по-разному. Каждый выбирает по-своему. На этот счет у нас старание не сказал каждому человеку, как ему конкретно в каждой ситуации поступать. И мы каждый раз пытаемся вывесить разные аргументы в эту сторону и в ту сторону и выбрать. И это вот там, где выбор не очевиден, как раз там и происходит диалог человека с Богом. Конечно, возможно, что в данном случае идет речь не об этом выборе, а об выборе между добром и злом, между желанием Всевышнего и моим Болом. Но тут есть очень интересный момент. Допустим, человек нарушил пост или закурил в субботу. Вроде бы совсем мелочь, но он точно знает, что это нарушение, что это плохое действие. Получается, что это одна единственная маленькая сигаретка, это больше грех, чем по неведению сделать что-то гораздо более существенное. Риша, я не знаю. Как говорится, если бы я знала его, я бы была. Откуда мы знаем, как взвешиваются наши дела на небесах? Откуда мы знаем, что мне засчитается в плюс, а что в минус? Очень другое. Какая заповедь неизвестна, какая больше, какая меньше. Да, есть какие-то для земного суда понятно. И то есть разные казни, есть разные виды казни, и есть дискуссия в Талмуде, какая казнь более тяжелая, соответствую нарушение, за которое эта казнь полагается, значит, оно более тяжелое. Но есть разногласия, что более тяжелое. То есть мы даже не знаем, какое преступление более тяжелое. Хотя даже за все за ним полагается казнь, но не всегда понятно, что хуже. А уж тем более там, где не обсуждалось и не сказано впрямую, что хуже. Мы знаем. Имеется в виду, наверное, Григорий имеет в виду намеренное действие делать неправильно и когда человек не знал. Я понимаю, да, я понимаю, но даже в тех вещах, которые как бы где-то обсуждаются, и то не очевидно. Более понятны там намеренные, два намеренных действия, какое из них хуже. И то я не знаю. А уже одно тяжелое, но ненамеренное, другое не тяжелое намеренное, я не знаю даже. А разве тут Рав не говорит об этом, что если выбирать то, то будет ответственность на человеке за выбор? Это правда. Мы как раз говорим в самых общих словах, что на человеке лежит ответственность за его выбор. Это правда. Это безусловно правда, это то, что вообще мы должны делать в этом мире. Выбирать, выбрать жизнь, выбрать правду. Правду. выбирать правильно. То или иное ситуация, когда мы знаем или когда мы не знаем, все равно это все выбор. А что дальше? нести ответственность. Вот Таня очень хорошо подняла тему, что незнание закона освобождает от ответственности согласно еврейскому закону. По-моему, здесь как раз об этом идет речь, что человеку дана тора, то есть он отныне осведомлен о последствиях, он знает закон, и теперь соответственно нарушения с него уже будут взыскивать по всей строгости. Это вот то, что говорил Гриша, что сигареты выкуренные в шаббат это тяжелое нарушение. Почему? Потому что человек знает то, что оно тяжелое, знает, что в этом его союз творцом, что в этом нарушение закона и так далее. Что он как раз получил такой тяжелый понести ответственность, тут рап даже выделил, потому что он знает, он заключил этот союз. А все остальные, то, о чем говорила Нехама, там, где неоднозначно, в этом как раз и состоит жизнь человека, который соблюдает тору, в этом состоит его уникальность, что каждый в этом делает свой уникальный выбор, в этом состоит все разнообразие, многоцветность жизни, но как человека судить за такие выборы, я как раз не думаю, что суд будет строгий, потому что эти моменты скрыты, это то, под чем он не подписывался, когда он выбирает что-то, что может какие-то невероятные последствия понести, но при этом в тот момент, когда он выбирает, он эти последствия не знает. Да, это все очень сложно. Иногда в некоторых случаях, я не знаю, что там, допустим, я не умею плавать и прыгаю себе в воду, и все равно могу утонуть. Понимаешь, что я хочу сказать, что человек иногда может причинить большое зло не зная и как или по ошибке и что ему потом это потом очень тяжелые последствия могут быть и он сам от этого очень страдает. Мне кажется, тут еще предполагается, что человек все-таки должен в течение жизни задаться этим вопросом добра и зла и начать вот этот диалог с Ивышним. И когда он будет этот диалог вести, ему через события, через людей ну, как-то будут какие-то наветы, сигналы открываться. Да, вообще-то, конечно, надо, чтобы слушать. Надо, чтобы слушать. Лена в чате спорит со мной, да, что в самой Торе есть множество примеров, когда за однозначно противоречивые действия на первый взгляд происходит совсем на другое наказание винограда. то есть знаменитый грех Мушен, который выглядел как совершенно незначительный, там, повлек за собой огромное наказание. Ну, что все вышние знают все нюансы, которые нам не видны. То, что казалось бы, одинаково выглядит, мы не знаем всех душевных переживаний на мире и не человек, а поэтому ответственность тоже не судить других. Есть же такая притча о том, как был пир по поводу женитьбы царского сына, был натянут огромный шатер, там стояли столы, все ели, пили, веселились, но тут ехал далеко какой-то извозчик, у него сломался тент на телеге и он отрезал кусок веревки, который поддерживал вот этот шатер и, соответственно, шатер упал и там был полный балаган на свадьбе царского сына. И, соответственно, царь нашел этого человека, поговорил с ним и понял, что он как бы не осознавал своих последствий и приговорил его просто вернуть стоимость того куска веревки, который он отрезал. Ну да, мы надеемся, что с нами тоже так поступит. Хорошо, тогда двинемся дальше, время у нас еще есть. Так, теперь отрывки по поводу Двикута. Двикут, как известно, не просто переводить, я вот перевожу как прилепление, например. И вы, прилепившиеся, то, что я уже цитировал, вы, прилепившиеся к Всевышнему, живы все сегодня. В мире есть завеса, разделяющая между нами и Творцом. Есть необходимость время от времени открывать окна, чтобы узнать того, кто сказал и возник мир. Эти окна согласно нашим мудрецам, а вот шесть, десять, это пять владений, которыми владеет Всевышний в мире, в своем мире. Я могу встретиться с владыкой мира, потому что у него есть следующее владение. Тора, небо и земля, Авраам, Израиль, храм. Это места проявления Творца. Почему мир скрывает того, кто сотворил его? Потребность вскрытия в разделяющей завесе нужна, чтобы дать основание автономии творения. Мы не можем жить в состоянии постоянного прилепления к Творцу, потому что тогда не будет у нас собственного существования. Есть необходимость в завесе сознания и в завесе природы, которые отделяли бы творение от Творца, чтобы творение состоялось. А почему тут только Авраам? Почему только Авраам? Хороший вопрос. А, ну, в принципе, Израиль это... Ну, можно было бы сказать Яков, да, например, но в Перке вот написано Авраам, одно из приобретений Всевышнего. То есть это точка выбора, а дальше идет уже результат выбора Авраама. Нет, здесь же просто говорится, что это окна в завесе между Творцом и Творением. И это место явления, явления Творца, где он проявляется внутри нашего мира. Мы делаем выбор, он тоже или проявляется или удаляется, открывается. Тут не о выборе немножко говорится. Но в Аврааме разве не идет как бы путь человечества, его выбора и дальше развития и создания народа именно в Аврааме за его выбор? Нет? Андрей, а это продолжение темы выборов? Нет, это все отрывки из раздела служения Всевышнему. Да, это как бы от выборов и отложения. Да, мне кажется, это уже пошла тема Двикута. Но оно взаимосвязано в принципе. Ну, конечно, да, но в данном случае мы хотели, я думаю, Раф хочет показать, как работает Двикут, что есть некоторые вещи, для которых есть некоторые места, люди, точки, скажем так, в которых оно проявляется, вот это прилипление. Ну, здесь это названо словом киньян, да, это как приобретение, владение творца. То есть он как бы сотворил мир отдельный от себя, но в этом отдельном от себя мире у него есть как бы пять областей, да, в которых он проявляется и через эти области творение может с ним соединиться. Ну, да, Тора, Израиль, храм, это понятно, но вот мне опять же вопрос, да, небо и земля, вроде как бы, небо и земля охватывают все творение, да, при этом это считается, ну, судя по тому, что здесь написано местным явлением творца. Вот, и Авраам, опять же, тоже, почему Авраам, скажем, а не Яков. Яков, да, понятно, как бы, включая в себя весь Израиль, да, вот, то Авраам здесь получается отделен от Израиля, то есть, как какое-то отдельное окно. это как индивидуальный путь, а там в Израиле это уже национальный путь, мне кажется. да, да. А мне еще вот мысль приходит, что насколько Всевышний уважает свое творение, что дает ему место личного пространства, которое очень важно для человека, для всех, кто даже в семье, да, уже живу, в семье нужно личное пространство иметь, а не быть все время прилепленным, как бы, перешить, и про прилепление, есть тоже прилепление, это же тоже самое слово, правильно? Да, то есть, здесь вот как раз в этом и великое милосердие творца, что он дает место, вот этот самый Цум Цум, он дал место внутри себя, причем для другого, да, и место в том плане, что он туда даже не вмешивается, да, вот он дает личное пространство, и получается и то необходимо, и другое необходимо, если бы как раз вот этой завесы, да, преграды между творцом и творением не было, тогда получается и пропало бы вот это самое личное пространство, творение бы слилось с творцом, да, но тогда бы уже у него и не было места, вот то, о чем говорит Таня. Не зря вот здесь такое выражение, ну что ты над душой стоишь, то есть мы чувствуем себя неловко, некомфортно, когда мы постоянно под таким пристальным вниманием, и мы это ощущаем, да, нам хочется свободы с действием, когда учитель через счет стоит над учеником, да, может поэтому и машине не прошло, да, и здесь мы опять же все привязали еще к свободе, да, опять же, если бы был постоянный двигут, не было бы завесы, тогда бы и свободы опять же не было. Но без этих окон мы не можем прилепиться, и следовательно, не можем быть по-настоящему живыми, так получать. Ну да, здесь же так и называется отрывок «Вы прилепившиеся живы сегодня», соответственно, не прилепившиеся они не живы. Да, замечательно. Что-таки это как действительно связано. А можно Раву задать как-то вопрос, почему вот Авраам не сказано ни машины, например, я думаю, что Авраам тут был первым исключительным персонажем, который сам нашел Всевышнего и начал прокладывать этот путь. То есть потенциал такой был у всех, начиная с Адама, дальше Ушета, его потомков, Эвера и так далее. Но все они как бы сбивались с дороги, они не могли проложить этот путь с Вышнами, который нашел Авраам. Поэтому я считаю, что это действительно важный момент, очень важный ключевой персонаж в смысле контакта со Всевышнами. Это получается индивидуальный путь Авраама, а Израиль это уже пример для народов. А Израиль да, это уже вы совершенно правильно сказали, Таня, что есть разница. Но без Авраама невозможно было быть дальше и Израиль с вами. И в нем будет благословение для народа. В Аврааме, который фактически распространяется через Израиль. Это уже следующий этап. Различные прилепленности. Одна прилепленность индивидуальная, как Таня сказала, а вторая в рамках народа. это это для нас такой хороший принцип, да? Давать личное пространство, с кем мы общаемся, в семье, в учитель, ученик. То есть с одной стороны, да, мы даем знания друг другу, а с другой стороны нужно дать ну вот опять же тут всегда тоже мы взвешиваем. Трудно сказать, какой путь правильно. Не даешь ли ты ему слишком много или не давишь ли ты на него слишком сильно. Очень сложно, да, с детьми понимать. Не знаю, где я был прав, а где не прав. Ну, я думаю, может, еще... меня одна дочь всегда упрекала в том, что я слишком многое предоставляю воли, пространства и так далее, что я мало о них заботчусь. Но когда она столкнулась с другими девушками где-то вместе, которым родители совершенно не давали никакого пространства, ее это просто поразило. Она поняла, что в общем, лучше так, чем наоборот. Ну, опять же, трудно так правильно. Да, с текстом удобно, действительно. Что? Ну, с текстом удобно, было бы даже хорошо, если можно было бы сохранить и иметь в себе для обдумывания. Да. Ну, я думаю, мы потом можем тогда их скинуть в чат. Да, файликом каким-то. Спасибо большое, Андрею, за эту труд. Ну, Натяна, видимо, от свадьбы дочки совершенно отключился наоборот сегодня. И у нас все так гладко идет, все мы друг с другом согласны. Вот, 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 вот это и была идея. Нет, нет, я все слышал, что там что-то. Ой, свадьба, это вообще супер. Ну, в чем была идея, чтобы ты это самое перестал нас подковыривать? Все отлично, ребята. А кто же тогда скажет, что спиритуалисты это хасиды? Натяна, у меня не хватит духу, так сказать. Дыши глубже. Слыха, если это грубо прозвучало. Я не согласен, например, что спиритуалисты это хасиды. Как раз там противоположная совершенно идея. Ну, что, осталось 11 минут, как бы будем начинать новый отрывок. Он, кстати, последний, что я перевел, или перенесем на следующий? Я бы перенесла на следующий. Есть о чем подумать. Мне это кажется, но как народ скажет, можно и продолжить. Да, тем более Гриша предложил такой острый угол на этот отрывок. Мне вообще не нравится слово монотеистичное. А как на иврите? Это действительно дословно? Да, да, монотеистик. Просто Раф понимает, что за этим стоит. Монотеистик, спиритуалистик, вот такие тут длинные слова. Ну, хорошо, тогда перенесем его. Да, Натан? Ну, наверное, да, сейчас мир уже как-то скоро будет. Да, да, давайте все согласны. Большое вам спасибо. Очень сложные на самом деле отрывки не для понимания, а для усвоения, я бы сказала. Может казаться, что ты понял, а как-то это все усвоить, переварить свою жизнь в длинный путь. самые главные вопросы. Спасибо большое. Самое главное. Вам спасибо. Всем спасибо, пишите свои отзывы, есть печаты. Очень интересно. Я надеюсь, что так было понятнее спиртком. Да, конечно. Спасибо. Спасибо.